Какое вообще здоровье, да, в целом? Это, по сути дела, наше мировоззрение, отношение к этому миру и, самое главное, это отношение к самому себе. Как я и говорил, не так давно мне удалось выяснить, что все-таки задача каждого из нас, которую мы должны перед собой ставить, каждый человек должен эту задачу перед собой ставить, это сделать конкретно себя счастливым и уже от избытка этого счастья делиться с другими людьми. Если человек перед собой такую задачу не ставит, а действует по социальным каким-то рамкам, ограничениям и тому подобным вещам, то, к сожалению, добиться хороших результатов тяжело. Почему? Потому что это все социальные убеждения, которые не приводят к счастью. Все мы с вами живем, в принципе, с одной целью. Какая это цель? Это быть счастливым человеком, нету больше других целей. Для этого нам нужно, по сути дела, в какой-то гармоничной процентовке закрыть все сферы колеса жизненного баланса, чтобы наше колесо жизненного баланса катилось, а не грюкало по кочкам. Вот, мне кажется, это самая главная задача. И я уверен, что каждый, вообще без исключений, таких людей нету, может с этим справиться. Есть люди, которые просто не хотят над собой работать и используют болезни как какие-то вторичные выгоды. Ну, например, самая популярная вторичная выгода – это через болезнь привлечь чье-то внимание. Ну, надо понять, что, во-первых, так действуют энерговампиры, во-вторых, это, как бы, ну, достаточно нехороший метод с точки зрения даже саморазвития, когда вы болезнью привлекаете внимание тех людей, которые просто так на вас внимания не обращают. Почему? Потому что это, знаете, такая искаженная картинка, точно так же, как ЛГБТ в современном мире.